Добрый день еще раз. То есть есть момент того, что это да, это что-то интересное, новейшее, непосредственно то, что завлечет, так скажем, родителей. Когда мы слышим с вами понятие взаимодействия с родителями воспитанников, будь это воспитанник детского сада, либо, например, школы, конечно, вспоминается сразу же родительское собрание. Но кроме родительского собрания, согласно как раз-таки ФОП, а ФОП мы с вами знаем, что с этого года является как раз-таки обязательным документом, который включает в себя федеральную образовательную программу. И эта федеральная образовательная программа, она как раз-таки как большая, так скажем, непосредственно обобщенная версия всех документов касательно, если это, допустим, наступение начального общего образования, то это обязательная рабочая программа по предмету, в том числе внеурочной деятельности и воспитательной деятельности. Если мы с вами рассматриваем ФОП дошкольного образования, то, конечно же, сейчас более подробно изучим некоторые ключевые моменты. Уважаемые слушатели, если вдруг будет плохо слышно, либо видно, вы мне дайте знать. Обратите внимание, конечно же, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года, где были внесены также изменения и дополнения 8 ноября 2022 года, в том числе разработан был стандарт. И мы с вами прекрасно знаем, что разработка как раз-таки стандарта легла в основу для того, чтобы разработать целую версию документа, который называется Федеральной образовательной программой. И этот ФОП как раз-таки включили себя не только на ступени дошкольного образования, но и в том числе начального общего образования. И рассматривая всевозможные формы взаимодействия, в первую очередь нужно учесть условия. Условия здесь представлены в таком интерактивном, так скажем, виде. Обратите внимание, что, конечно же, родители, ребенок и образовательная организация. Здесь не зря представлены такого рода шестеренки, которые представляют как раз-таки активное взаимодействие. То есть, конечно же, родители взаимодействуют с ребенком. И обратная связь идет от педагога не только в детском саду, но и в том числе и на ступени вообще начального общего образования, в том числе и дальше. И здесь важно было подчеркнуть несколько условий, которые предполагают информационно-коммуникативные условия. Что они включают? В первую очередь, предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ. Быть осведомленными в вопросах специфики образовательной организации. Кстати говоря, об этом прям вот ФОП начального общего образования включает как отдельную такую позицию. Чуть позже на слайдах вы увидите. Я там сделала такого рода выжимку непосредственно из ФОП и в том числе рабочей программы по воспитанию. Почему? Потому что родитель или законный представитель должен знать всевозможные вопросы, специфики образовательного процесса. Что касается, конечно же, его ребенка, его развития, его обучения, безопасности пребывания в этой организации. Если мы говорим про следующий, так скажем, подвид условий, это касательно потребностно стимулирующих условий. Здесь интересна такая трактовка, как взаимодействие семьи и образовательной организации строится на результатах изучения семьи. Для вас я подготовила буквально на предпоследних слайдах рисунки детей, которые зарисовывали свою семью. Наверняка вы знаете эту методику, методика, которая включает себя как раз таки анализ взаимоотношений ребенка и членов его семьи. Следующий как раз таки вид условий очерчивается тем, что социально-правовые условия должны быть выделены. Что оно себе включает? Обязательно построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных, нормативно-правовых документах, а также, конечно же, суставах. То есть все в соответствии, как мы понимаем с вами, согласно иерархии, выстраивается такого рода взаимодействие. И вот обратите внимание, что, конечно же, эти условия являются основными. Можно еще добавить условия, но мы с вами понимаем, что взаимодействие как раз таки с воспитанниками может быть основано на доверии. То есть когда родитель доверяет непосредственно своего ребенка и понимает, что в этой образовательной организации ребенок его находится, так скажем, в гармоничных условиях развития, то, конечно же, здесь уже всевозможные формы лягут прекрасно, даже если они, возможно, находят, так скажем, отклик у самого родителя в душе. И обращаю внимание на следующий момент. Конечно, когда мы говорим о взаимодействии, то не стоит забывать про федеральную рабочую программу воспитания. Здесь вот для вас специально сделан скриншот, где из сайта как раз-таки института семьи и детства, где описана программа по воспитанию, да, федеральная рабочая программа воспитания. И согласно, конечно же, ФОПУ непосредственно разработана эта федеральная рабочая программа, и она заложена как структурный элемент. То есть закладывается как структурный элемент для чего? В первую очередь для того, чтобы мы понимали с вами, что цель и задачи воспитания, которые необходимо достичь в ходе деятельности педагога и воспитанника, конечно же, и включается во взаимодействии с родителями. Вообще общая цель воспитания, согласно как раз-таки 29-му пункту, это все взято из предыдущего документа, я вам прям хотела бы зачитать, является то, что это личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности. Мы с вами понимаем, что каждый ребенок по-своему индивидуален и имеет, так скажем, особенности в развитии, но в первую очередь формируется первоначальное представление о традиционных ценностях российского народа, да, социально приемлемых нормах и правилах поведения. Согласно также данному пункту описывается, что необходимо формировать ценностное отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе. И, конечно же, завершается данный пункт тем, что становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе. Что хотелось бы проговорить дальше? А именно, понятие общности. Когда мы с вами сталкиваемся с данной категорией, общность, да, что такое общность? Ну, кто-то, может быть, вспомнит синоним такой, может быть, даже рядополагающий, так скажем, кто-то скажет, что эта общность предполагает как раз-таки какого-то рода собрание людей, скопление, так скажем, группы и так далее. Но согласно, опять же, документу официальному, да, официальному источнику, а мы всегда работаем только начиная с нормативно-правовых документов, которые утверждены министерством, да, например, просвещения Российской Федерации, либо, возможно, это будет Министерство науки и высшего образования. Общность характеризуется системой связи, обратите внимание, и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностными основаниями. То есть здесь предполагается как раз-таки следующая общность, и, конечно же, это и педагог дети, родители, законные представители, в том числе сам ребенок, да, и, конечно же, педагог родители. И вот разработчикам как раз-таки необходимо описать то, что ценности и цели, какие могут быть у этого сообщества, профессионально-родительское сообщество, может быть, детско-взрослое сообщество. Особенности организации всех этих общностей в процессе воспитания детей. Для чего это важно? Для того, чтобы, когда вам придут непосредственно с проверкой, конечно же, необходимо предоставить определенное количество документов, согласно, как сейчас модно называть, чек-листу, да, и мы с вами понимаем, что разработанная рабочая программа воспитания, которая существует уже несколько, так скажем, периодов времени, непосредственно выложена на сайте Института детства, мы понимаем, что существует и рабочая программа воспитания, и рекомендации к ним, как их можно реализовывать. И вот как раз-таки здесь подчеркнуто, что разработчикам, например, того же самого календарного плана необходимо описать. Если вы предполагаете, что у вас реализуется общность, то необходимо будет учесть и эти позиции. Для того, чтобы после как раз-таки введения, такого, так скажем, внедрения этой общности, вы могли описать его основные характеристики. Ну и, конечно же, особенность обеспечения разновозрастного взаимодействия детей. То есть мы понимаем с вами, что здесь есть у каждого своя особенность, то ли, допустим, представим, что ясельная группа, либо, например, подготовительная группа, точно так же, как и в начальных классах, то ли первоклассники, то ли, например, уже на выпуске четвертый класс, да, которые уже знают, что они уже почти взрослые, переходят, там, допустим, в среднее звено и так далее. Естественно, не только у ребенка меняется мировоззрение, но и у родителей, потому что родители точно так же адаптируются к воспитателю, либо, например, к педагогу, непосредственно, да, учителю начальных классов, когда вот они уже только отдали в детский сад, например, ребенка, они присматриваются к воспитателю, они, конечно же, вдят, они, конечно же, таким, так скажем, расспросами занимают тех, кто непосредственно водил к этому воспитателю, точно так же, как и к учителю. Каждый из нас понимает, что мы можем разузнать, например, какие-либо подробности об учителе, возможно, мы бы походили на подготовительные, так скажем, занятия и более подробно узнали, так скажем, специфику работы. Но это, конечно же, касается в первую очередь того, что адаптация, так скажем, ребенка к образовательной организации идет в ракурсе взаимодействия. Содержание программы воспитания в первую очередь реализуется в ходе освоения детьми дошкольного, в первую очередь, возраста, да, всех образовательных областей. Вы, конечно же, помните эти образовательные области, потому что каждый из вас помнит эти образовательные области еще с утверждением ФГОС, а ФГОС утвердили по дошкольному как раз-таки образованию 2011 год, был уже внедрен ФГОС. И обратите внимание, что, конечно же, идет тесное взаимодействие с направлениями воспитания. Это очень важно, потому что, как и наступение начального общего образования, в том числе и наступение дошкольного образования, воспитание становится во главу угла. То есть, когда мы говорим с вами о взаимодействии с родителями, то, конечно же, мы пытаемся понять, допустим, почему ребенок так себя ведет, почему он, например, на занятиях, даже пусть в режимных моментах, он не откликается на вопросы воспитателя. Или, например, ведет себя неадекватно. Возможно, для учителей, если, например, брать урок, то, возможно, срывает урок. То есть, есть момент того, что каждый из образовательных областей между собой перекликается. Но в первую очередь мы всегда понимаем, что ячейкой общества является семья. И, конечно же, ребенок, видя то, что происходит в семье непосредственно, он это автоматически, можно сказать, на уровне подсознания отыгрывает в своей, так скажем, сфере. Сфере непосредственно, где он находится. Например, социальная как раз-таки адаптация ребенка, допустим, к первому классу, как вариант. Либо, например, в тот же садик. Просто есть момент того, что, конечно же, когда мы деток приводим в садик, то мы понимаем, что он может в ясельки попасть по возрасту. Либо, например, если этот детский сад не реализует ясли, то, возможно, в другую группу и так далее. Согласно, конечно же, всем требованиям. И вот в этом документе обозначена как раз-таки позиция работы с родителями. Посмотрите, что она включает в себя. 29-й пункт описан как раз-таки формой взаимодействия с родителями. И если вот рассматривать более детально 29-й пункт, то есть одна из позиций, которая включает в себя описание тех или иных форм. Ну, конечно же, кроме родительского собрания, о котором можно говорить бесконечно, есть момент того, что может быть педагогические лектории. То есть когда родители сейчас очень... Например, у нас, допустим, вот буквально вчера было родительское собрание у старшей дочери, позавчера у младшей дочери в связи с тем, что четверть завершается. И, конечно же, необходимо услышать, как себя вел ребенок. Но кроме того, что дали общую характеристику, так скажем, успеваемости ребенка, да, конечно же, провели такого рода беседу на понятие как раз-таки суицидального характера. К сожалению, в нашем регионе все молодеет, суицидальный характер как раз-таки деток, и поэтому отправили буквально во все родительские чаты номера телефонов, куда можно обратиться. Если, например, вы чувствуете буллинг со стороны обучающихся, да, если вы видите, что ребенок замкнут, если вы видите, что ребенок депрессию испытывает, да, как бы сказать сейчас, это было бы очень жаль, но дети уже в таком возрасте умеют чувствовать депрессию, да. Но, с одной стороны, возможно, кто-то из вас возразит, что, конечно, они чувствуют депрессию, потому что им делать нечего. Мы не можем якобы завлечь, как родители. И вот, естественно, для того, чтобы показать психолого-педагогическую сторону, были приглашены как раз-таки работники с этой сферы для того, чтобы они проговорили нам, взрослым, каким образом вести себя, например, если вы видите такие, так скажем, звоночки, что оказывается что-то происходит не так с твоим ребенком. И ведь часто, проговариваю уже немного, да, забегая, даже порой бывает удивительно, что с одаренными детьми возникают тоже проблемы. Какие имеются в виду психолого-педагогического характера? Ведь не зря как раз-таки согласно документу по работе с категорией уязвимых детей, с высоким риском уязвимости, прям такая категория отдельная есть. Там не только дети с ОВЗ, и там не только дети аутичные, и там не только категории детей в трудной жизненной ситуации, но и в том числе одаренные. То есть существует три типа. Первый тип – это нормотипичные дети, второй тип как раз-таки дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и тут вот начинается разграничение. ОВЗ, аутичное, девиантное поведение и так далее, да. И вот третий, вот как раз-таки такой третий пункт, позиция, группа, как хотите назовите, но это одаренные дети. И, естественно, здесь нужна помощь квалифицированных работников, потому что порой такого рода дети не находят места, так скажем, в жизни, и, к сожалению, происходят не очень хорошие ситуации. И вот о педагогической лектории, говорю еще раз, родительские конференции, круглые столы, родительские клубы, клубы выходного дня, мастер-классы, да, когда вот реально, ну уж я так просто проговорю, например, так как у меня ребенок учится по Петерсон, завершает обучение свое, да, по Петерсон в начальных классах, вы знаете, что по федеральному перечню учебников математика по Петерсон, естественно, находится в положении позиции номер два, то есть, условно говоря, срок истекает, реализация этого, этой линии. И нас учили буквально, каким образом учитель, каким образом нужно правильно их научить делить, каким образом нужно изъясняться и так далее, и так далее. То есть мы, как взрослые, конечно же, слушали внимательно нашего учителя, потому что учитель, он все равно имеет опыт. Точно так же, как и воспитатель может подсказать, каким образом к ребенку подойти правильно, чтобы он, например, там соблюдал режимные моменты, что он мог, например, может быть, сдружиться с детьми. Возможно, у него есть проблема как раз-таки в общении, может быть, он плохо говорит или стесняется и так далее, и так далее. Потому что, еще раз говорю, что такого рода взаимодействие в первую очередь основано должно быть на доверии, на доверии друг к другу. Формы взаимодействия, которые могут быть предположены как иные, да, иные формы взаимодействия, существующие в ДОУ. Конечно же, все эти указанные формы предполагают то, что не во всех, так скажем, дошкольных образовательных организациях все эти формы могут быть реализованы буквально вот поступенчатой, да. Но есть момент такого характера, что сама родитель, понимая, насколько бывает поросложно остановить свое рабочее время и пойти, допустим, что-то там поучаствовать. Ну, элементарно, мы знаем, что в детских садах осенью обязательно есть ярмарка. И вы прекрасно знаете, как каждый родитель, ему легче сдать средства, чтобы там купили, например, да, нежели самому готовить. Естественно, там, возможно, есть бабушки, дедушки, может быть, какие-то там, допустим, припасы, и вот на ярмарку можно это все принести. Возможно, есть также момент следующего характера, когда спортивное мероприятие связано как раз-таки с физическим развитием ребенка, нужно участвовать, и снова встает вопрос, а кто? А почему, например, естественно, между родителями, в чате родителей начинается порой даже такого рода возмущение, что опять они и те же, но воспитатель в виде, так скажем, лица хотя бы нескольких семей, которые решили принять участие, конечно же, соглашается с тем, что хотя бы часть принимает участие. Ну вот буквально недавно, а также, наверное, и у вас в регионах прошел такого рода фоточеллендж, что я похож на своего папу, да, в связи с тем, что 15 октября в связи с Днем Отца был организован фоточеллендж. У нас вот, например, принимали участие тоже в детских садах, во многих прям выкладывали на социальном, ой, прошу прощения, на официальном сайте детского сада, и, конечно же, это тоже своего рода что? Опять же, взаимодействие с родителем для того, чтобы еще, ну вот я не скажу прям заставить, а способствовать, создать условия, чтобы родитель согласился. Это большого труда стоит, конечно же, потому что по себе понимаю, дабы я имею деток как раз-таки такого возраста, где нужно активно тоже включаться. И вот говоря как раз-таки про праздник предыдущего, как раз-таки выходного дня, непосредственно взят он из, не просто так, а и включен в федеральный календарный план воспитательной работы, вы понимаете, что в этом году у нас не только прозвучало, так скажем, понятие ФОП как аббревиатура или ФОП непосредственно, да, то есть федеральная образовательная программа, либо, например, федеральная основная образовательная программа, она включает в себя, чем отличается тем, что включает в себя все ступени образования, то есть начального общего образования, основного общего образования и среднего. И здесь есть еще одна такая новинка, к которой мы уже привыкли. И, естественно, мы адаптируемся быстро, потому что мы все педагогические работники. Это вот из серии того, что нужно было сдать, оказывается, вчера, а вам сообщили сегодня. И вот федеральный календарный план как раз-таки воспитательной работы, он и включил также праздник Дня Отца, который отмечается в России каждое третье воскресенье октября. Здесь я также привела такого рода лишь пример из федерального календарного плана воспитательной работы. Обратите внимание, конечно же, в ноябре нас тоже ждут знаменательные даты. Это не только День матери в России, но и в том числе День государственного герба Российской Федерации, это 30 ноября. День народного единства 4 ноября, 8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. Обратите внимание, знаменательных дат очень много. Но самое важное понять одно, что во все эти мероприятия вам нужно будет включить, опять же, кого? Родителей. Конечно, здесь есть момент такого характера, что существует своего рода такой родительский, не скажу клан, а как раз-таки родительский актив, где каждый из суперответственных, суперактивных родителей начинает помогать воспитателю, либо учителю начальных классов для того, чтобы реализовать задумки непосредственно Министерства просвещения Российской Федерации. Ведь это все спущено Министерством, а значит, все образовательные организации, которые входят в ведомство Министерства просвещения, а теперь у нас входят и университеты в том числе, необходимо реализовывать. Ну, давайте вспомним, например, тот же самый всем известный момент, что каждый понедельник проходит разговоры о важном, и каждый учитель проводит эти разговоры о важном для того, чтобы у ребенка воспитать чувство, например, патриотизма, гражданственности и так далее. Но точно так же, дополняя эти разговоры о важном, родителю задается как раз-таки, что своего рода задание. Обязательно проведение идет мероприятия согласно как раз-таки рабочей программе воспитания. И здесь опять же встает вопрос, а кто будет участвовать? Честно скажу, я стараюсь участвовать во всех мероприятиях, но я не спортивный человек. Я легче вот сделаю какую-нибудь поделку. Вот буквально летом у нас был фестиваль «Айда играть», и мы с удовольствием со старшей дочерью сделали пазл к куницу. Там наклеили QR-коды для того, чтобы ребенок мог по QR-коду пройти и узнать, что такое куница. А куницу мы взяли не просто так, потому что она расположена на гербе города, столице нашей республики, Уфа. И, конечно же, мы приложили туда пословицы. Естественно, мы участвовали для того, чтобы показать, что тоже имеем возможность проявить свое как раз-таки внимание. Ребенок счастлив, что он что-то сделал совместно с родителем. Я счастлива, что я опять что-то придумала. Но по спортивному направлению здесь я пас. Конечно же, мне для меня больше вот что-то придумать, выдумать, вырезать там где-нибудь, найти лобзик и так далее, и тому подобное. То есть существует тоже заинтересованность. Очень важно, когда вы заинтересовываете родителей. Ну и, конечно же, продолжу дальше, а то я начну говорить уже много-много моментов по взаимодействию, и пойду чуть-чуть от темы отойду. Конечно, когда мы рассматриваем с вами примерную рабочую программу для общеобразовательных организаций, то есть для школы, тоже существует на сайте Института семьи и детства. И здесь вот опять же приведет пример скритшот такого рода, где как раз-таки дается титульный лист этой программы, и описывается, что же включает в себя взаимодействие с родителями. Каким образом данное взаимодействие нужно реализовывать? Взаимодействие с родителями или законными представителями в первую очередь включает в себя что? Это создание как раз-таки и сама по себе деятельность в образовательной организации, в классах, допустим, родительского сообщества. Обратите внимание, если мы до этого с вами тоже видели понятие сообщества и понятие как раз-таки общности ФОП по дошкольному образованию, то согласно приедственности существует и в системе начального общего образования тоже органы родительского сообщества. И это не только родительский актив, который, допустим, озадачен тем, какие, например, там, я не знаю, подарки купить к Новому году детям. И вот этот родительский комитет, конечно же, не только занимается подобного рода функциями и обязанностями, но и в первую очередь пытается помочь реализовать мероприятия, которые у учителя запланированы. Обязательно необходимо учесть, что существуют тематические родительские собрания, и вот вам пример как раз-таки одного из родительских собраний я вам привела, когда необходимо было услышать непосредственно, что творится в школе, в регионе, потому что, вот, конечно, я не скажу, что прям вот удивительно, но оказывается, молодеет как раз-таки понятие суицидального характера. Но, однако, может быть, существуют своего рода как раз-таки такие родительские собрания для того, чтобы уже предотвратить плачевную ситуацию. Поэтому каждый из нас слушал внимательно, педагогов, психологов и так далее. Родительские дни. Родительские дни, это обязательно в эти дни могут посещать уроки родители, и это очень важно, потому что не только уроки, но и урочные занятия. Почему важно? Ну, любой родитель хочет не только подглядывать в окошко, что же там творится внутри, так скажем, школы, да, во время урока, что же там мой ребенок делает, а что там учитель сказал, а почему он там грозно посмотрел, а почему он, например, поставил три, а не четыре, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, родительские дни существуют уже достаточно давно, и каждый из нас знает, что во время как раз-таки пребывания в детском саду родитель может, согласовав непосредственно с воспитателем, да, прийти и посмотреть занятия, да, в том числе и у учителя начальных классов мы можем подоблюдать урок, урок, где непосредственно ваш ребенок находится. Посетить его. Работа семейных клубов также предполагает реализацию взаимодействия. Семейный клуб – это своего рода как раз-таки сообщество, где обсуждается те или иные темы. Посмотрите, здесь обязательно идет такого рода площадка. Сейчас очень модно, когда клубы создаются, например, в территории, допустим, какого-нибудь там кафе, либо, например, может быть, территория, где есть еще и детская площадка, дети играют, а родители между собой общаются. То есть это такой непринужденной обстановки, когда можно поговорить не просто как бабульки на скамейке, а непосредственно еще и реализовать как раз-таки воспитательный момент. Ну, например, в целях как раз-таки физического воспитания у нас существует своего рода семейный клуб, который позволяет по выходным выходить как раз-таки на территории парка, а парков какие наверняка у нас такой, так скажем, массивной республики очень много. И дети, но там один дюанс, там собираются только родители мальчиков. То есть тут особого рода семейный клуб как раз-таки по воспитанию сильных духом, так скажем, людей. Они обязательно ходят там по 4 часа в день, обязательно, даже если это дождливая погода, то разводят костры, учатся разводить костры, конечно же, с наставников, с родителями, сбираются на гору и так далее. То есть существует такого рода даже вспомнилось мне сразу же физическое воспитание в спарте, когда отбирали, так скажем, более таких крепких молодых бойцов будущих, да, и здесь тоже есть такая нотка физического воспитания ребенка. Ну, это лишь один из примеров, поэтому, конечно же, наверняка у вас свои есть примеры, но все-таки проведение тематических собраний уже прозвучало лишь для того, чтобы вы понимали, что по инициативе родителей тоже могут быть собрания. То есть не только учитель, например, объявил, что необходимо сегодня собраться, и вы там в 7 вечера все собираетесь в учебном кабинете и слушаете. Конечно же, здесь можно привести пример. Чаще всего к нам приходит кто? Психолог, социальный работник, но, может быть, вы еще представите каких-либо других деятелей, потому что на самом деле не только ученикам, но и порой взрослым следует знать, с чем же столкнутся могут дети. Следующий как раз-таки момент, сейчас секундочку, это родительские форумы. Я знаю, что родительские форумы были даже созданы специально на определенных сайтах, на интернет-сайтах, конечно же, учреждения, где учителю задаются вопросы, учитель на них отвечает, то есть таким образом поддерживается обратная связь. То есть мы не только, допустим, в соцсетях создаем сообщество и, например, там общаемся, какие у нас там, ставим лайки, например, когда видим своего ребенка там в костюме каком-нибудь, или выступает он там красиво, излагает стихотворение, но и существуют своего рода как раз-таки форумы. Я знаю, что некоторые родители на это откликнулись, но с удивлением, конечно же, что нам мало наших чатов в различных группах, тут еще тебе и форум. Конечно же, существует обязательство у педагогического работника создать такой форум на интернет-сайтах. И, конечно, уже, опять же, основываясь на доверии, родители, веря педагогу, естественно, принимают участие в этих форумах, даже если легче порой набрать или написать сообщение. Участие родителей в работах психолого-педагогических консилиумов. Вообще понятие психолого-педагогических консилиумов во всем, надеюсь, известно. И, конечно же, вы понимаете, что только согласие родителя ребенок может быть переведен непосредственно в определенную коррекционную школу, либо, например, принятые определенного рода меры. И здесь уже психолого-педагогические консилиумы собираются, конечно же, по различным причинам. Это не только, кстати говоря, опять же, дети с особенностями в развитии, но и в том числе педагогически запущенный ребенок может. Педагогически запущенный ребенок, это чаще всего он асоциальный, чаще всего он имеет девиантное поведение и так далее. Обратите внимание, привлечение родителей или законных представителей к подготовке и проведению классных или общешкольных мероприятий. Это тоже очень важно, потому что каждое из мероприятий имеет свое место быть. И, конечно же, одному учителю или, например, тому же работнику вообще в целом образовательной организации сложно все это реализовывать. Конечно же, при наличии детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных детей, как раз-таки необходимо целевое взаимодействие с их законными представителями. И вот как уже до этого проговаривала с вами, конечно же, существуют различного рода формы взаимодействия, но важно обратить внимание на взаимоотношения в семье. И предложила для вас вот такие вот два рисунка, которые были как раз-таки включены в рамках выпускной квалификационной работы студента непосредственно по теме взаимодействия родителей. Ну, естественно, тема была чуть шире, но здесь представлено два рисунка. Почему? Потому что вы видите на одной картинке как раз-таки слева, более-таки радужные цвета. Если мы рассматриваем справа, то здесь уже более такой мелкий образ сестры, папы, мамы и самого себя. Если мы здесь заметили, допустим, что есть взаимодействие между сестрой, где-то рядышком папа находится, где-то рядом находится мама, то здесь абсолютно нет никакого взаимодействия, да, то есть взаимоотношения между детьми, в том числе родителями, оно натянуто, то есть оно, можно сказать, отсутствует, потому что руки друг к другу не протянуты, и они даже не держатся за руки. И, конечно, такого рода методики рисуточной, да, нами, вами обязательно используются, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, то в первую очередь пытаемся понять, а что произошло в семье, что произошло не так. Порой ребенок, находясь как раз-таки в образовательной организации, еще раз подчеркну, хоть в садик, хоть, например, там школа, из-за ссоры родителей чувствует себя неуютно и начинает проявлять свою агрессию. Либо, например, возможно, начинает, так скажем, обманывать, либо, например, может быть, где-то хулиганит, возможно, что-то забирает у других своих, так скажем, как раз-таки сверстников. Но важно понимать одно, что, конечно же, как вы сможете донести до родителя, что вот, например, у него есть какая-то задача, которую нужно решить, пока она не выросла в конфликтную ситуацию. Естественно, многие родители откликаются на это негативно, дабы думают о том, что педагог, а в лице педагога здесь может быть и как воспитатель, так и учитель начальных классов, не имеет права, так скажем, вмешиваться во взаимоотношения внутри семьи. Но вы же понимаете прекрасно, что именно эти отношения и закладывают дальнейшие действия как раз-таки родителя, родителя и ребенка в образовательной организации. Потому что если нет конфликтных ситуаций, если родитель и ребенок доверяют учителю, доверяют воспитателю, доверяют в целом образовательной организации, то, конечно же, они с радостью начинают включаться во все мероприятия. Большинство хотя бы помогают как могут, например, там по сбору макулатуры может быть и так далее, и так далее. То есть все это идет во взаимодействии. И подытоживая как раз-таки наш сегодняшний вебинар, еще раз подчеркну, что не зря были подобраны шестеренки в начале буквально нашей презентации, потому что каждый из элементов между собой имеет взаимодействие. И если эти элементы между собой как раз-таки работают бесконфликтно, то, конечно же, целостно образовательный процесс идет комфортно. А в первую очередь комфортно для кого? Для ребенка. И свое выступление хотела бы завершить цитатой как раз-таки Сухомринского Александра Васильевича. И обратите внимание, что только вместе с родителями общими усилиями педагоги могут дать детям большое человеческое счастье. Ведь на самом деле только совместно с родителями мы можем развивать личность в комфортных условиях для того, чтобы, опять же, вырос ребенок какой? Он вырос гармоничный, который умеет уважать взрослых, который умеет отвечать за свои поступки, который знает, что ожидает его завтра и так далее. Я благодарю вас за внимание. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, обращайтесь, пишите. Есть ли у вас вопросы? Я так поняла, что вопросов нет. Тогда я вас благодарю за внимание. Всего доброго.